2018 год подошел к своему завершению кто-то назовет его успешным кто-то наоборот подчеркнет неудачи но вне всякого сомнения события в него вошедшие нуждаются в анализе что удалось а что не свершилось насколько это закономерно какие уроки нужно вынести и конечно что нас ждет впереди я думаю подобные вопросы себе задают каждый амбициозный политик и правильно делает если только ответы разумеется получаются честными сегодня на честность рассчитываю и я мы подводим итоги 2018 года и у меня студии люди придерживающиеся разных взглядов вы смотрите специальный выпуск программы полюс здравствуйте и я представляю гостей которые добрались сегодня до полюса влад бы тренча исполнительный секретарь партии социалистов республики молдова вечер здравствуйте серджиус ирбу депутат от демократической партии владимир более представляет уже блока куб да уже можно так говорить валерий демидетский глава бюро тасс республики молдова политический комментатор вам здравствуйте господа как вы полагаете вот если можно чтобы вы ответили на этот вопрос мне очень длинно но вот какие события 2018 года вы бы выделили под тем прицелом что они окажут непременно свое влияние на все последующие годы то есть эти события были с вашей точки зрения столь значимым вот можем мы выделить давайте начали партии власти предоставим слово господин свербу какие события вы можете выделить в этом году много событий конечно произошло в восемнадцатом году и основы были были заложены еще в шестнадцатом году продолжение семнадцатом году и восемнадцатом году мужа ощущаем некоторые результаты конечно много еще предстоит сделать но я думаю если коротко просто несколько цифр не к некоторые выводы то надо отметить и все люди это видят чувствуют более 1600 километров асфальтированных дорог было отремонтировано в этом году впервые наверное за всю историю республики молдова такой объем работ был проделан это только начало надеемся в будущем году это будет уже цифра намного много более конечно же не можем не отметить очень важный закон который мы приняли по реформе всей заработной системе заработной платы в бюджетной сфере который вот в январе месяце уже сотни сотни тысяч бюджетников очень надеемся что получит повышенный зарплату очень важно не можем не отметить и повышение пенсии те реформы и темные социальные программы которые были заложены и хотим продолжить и в новом новом году многое конечно было сделано и в законодательном плане и с точки зрения работы правительства и на местном уровне мы говорим тут я больницы школы и детские садики мы говорим и о налоговой реформе которые вот уже дают результаты поступление в бюджет очень серьезные бюджет сам позволяет нам надеяться на развитие в в дальнейшем в новом году то есть масса масса абсолютно мер было принято самое главное что восемнадцатый год подтвердил что политическая стабильность стране влияет на экономический рост и от нестабильного пятнадцатого года сложного шестнадцатого года вот восемнадцатый год можем его отметить как год развития прогресса у людей появилась надежда и в девятнадцатом году естественно после выборов мы продолжим воплощать эти реформы во благо людей спасибо послушаем оппозицию господин боля вот вы какие вот слушали до представления от представителей партии власти а вы какие события могли бы выделить конечно же значимые такие мы можем назвать во первых феврале месяц когда господин кирток отказался от поста мэра города кишинева после этого конечно мы говорим о выборах это о новых выборах мэра в городе кишинево победе андрея анастасия в этих выборах это очень значимо было для оппозиции вне парламентной оппозиции после чего конечно самым большим резонансом мировом плане даже можно сказать это то что были аннулированы выборы в республике молдова то вот в таком прямо таком соотношении можно и назвать самые значимые события у 2018 года и после особенно после последних юнских событий в котором были аннулированы данные выборы я считаю что в международном плане заговорили о молдове к совершенно по другому используя совершенно другую риторику совершенно другие слова говорили о том что в молдове как таковом о демократии уже говорить не приходится потому что основные три фактора свободах не приходится говорить потому что они были нарушены самым таким не знаю не демократичным способом которым можно было быть спасибо вам за краткий ответ валерий я думаю вы точно так же можете быть кратким если вы делите главные события оппозиция сказала но я сейчас вот не возьмусь говорить вы как власть оппозиции вы просто отвечает я не власть да а ты был выборный год и этим все сказано все события которые происходили в этом году были подчинены логика будущей решающей схватки со властью сюда можно отнести то что о чем говорил господин боли отставка и местные выборы и резонансное непризнание итогов местных выборов это о чем говорил господин сырбу правительство старалась естественно подготовиться к выборам представить свою работу в лучшем свете но я всегда говорил одну простую вещь есть только один способ оценки власти благосостояние веренную и заботам народа все остальное все эти оценки мвф евросоюза и других и все таки прочее это от лукавого понимаете зависимости мы видели очень часто когда правительство которые потом так сказать не извергались были сначала оценивались очень хорошо вспомним историю нашего альянса до которого там так захваливали историю успеха называли а потом все за оказалось пшиком да и сейчас его не ругает даже и вот все в студии по нему прошлись поэтому феврале избиратели пройдут на участке и скажут свое слово я надеюсь оценка оценка будет да да я здесь только с вот соглашусь с коллегами которые говорили о том что для молдовы как никогда сегодня важна стабильность потому что я думаю что 2 2 истории успеха я думаю что страна может уже не пережить благодарю вас господин патронич а вы что выделите ну трудно чем-то отличить 2018 год от предыдущих по крайней мере я согласен с господином демидецким то есть у людей каких-то существенных событий в их повседневной жизни не произошло я могу конечно сейчас очень много привести и негативных вещей от повышения пенсионного возраста подражание цен на медицинские услуги до там республиканского стадиона прочих событий но в любом случае самое главное что люди чувствовали все эти 10 лет от отрыв от отрыв своей жизни или то точнее отрыв политиков от реальной жизни да очень здорово звучит что поднимут с января месяца зарплату бюджетникам а что мешало это делать предыдущие 10 лет нахождение во власти и почему дороги надо так такой казалось бы простую вещь как делать дороги это надо было сделать уже на десятый год нахождения во власти кстати дороги то строили все из того же дорожного фонда куда люди платили налоги это действительно предвыборный год конечно настроение в обществе очень поляризованы и все политические деятели актеры партии стремятся конечно же по-своему интерпретировать события но что вам хочу точно сказать что люди хотят выборов люди хотят перемен и учитывая то что вот идет новый год хочется просто пожелать людям сил веры оптимизма и то что люди смогут переломить ситуацию и в будущем году жизнь людей будет немножко лучше вот что говорит папа по поводу главной цели этого года чем занималась власть премьер-министр да у него был отчет перед правящей коалиции так получилось потому что все оппозиционные фракции вышли из зала и вот что он сказал чем собственно весь год занимались единственный выбор единственная цель правительства это вступление в евросоюз так сказал премьер и заверил что разрушение отношений с евросоюзом это миф до существует некая пауза скоро выборы политический градус повышен объяснял премьер своими достижениями пример назвал отличное отношение с киевом и бухарестом а вот то что касается отношений с российской федерации то здесь у него он ограничился надеждами он так сказал мы надеемся что в следующем году эти отношения станут лучше и эти отношения будут основаны на взаимном уважении вот теперь я жду ваших комментариев согласны ли вы с подобной оценкой премьер-министр почему да почему нет господин боли в 2014 году молдова подписала договор соглашение соглашение торговый аккорд об ассоциации с евросоюз который предусматривал что каждый год от пиба от общего валу дохода от 6 до 7 процентов будут в виде грантов поступать денег в бюджет республика лод официально подписан на уровне документов если молдова будет выполнять все требования вот этого договора благодаря всем всем вот эти десяти годам не только 2018 год безусловно особенно 2018 года и все вот этих последствий аннулирование выборов и так далее вот эти не демократические абсолютно демократические методы молдова на сегодняшний день находится в полной в полной так было только во времена наверно воронина полной политической изоляции на сегодняшний день вот уровень и поступления этих грантов в этом году было 870 тысяч 870 миллионов из 8,7 миллиарда возможных денег которые могли бы поступить согласно запрограммированных денег которые должны были поступить в виде грантов и других поступлений денежных от наших экономических внешних партнеров для развития молдовы то есть на самом деле мы говорим о большом фиаско на международном уровне нашего правительства то что говорит господин премьер-министр по поводу отношений с румынии это правда но там такое же не популярное такое же правительство как и в молдове которые люди хотят свернуть я думаю они свернут то что она является тоже анти демократичным с украины но не знаю насколько у них близкие отношения продать какие-то успехи по поводу границы это очень хорошо там наши восточные границы мы вообще не проверяли вот эту восточную нашу часть это это очень хорошо что они все-таки договорились по поводу того что молдова должна проверять вот эту восточную крестом на была полная брешь и с экономической точки зрения для государства для бизнеса для людей которые занимаются торговлей на территории с полюки молдова это очень большая проблема потому что оттуда поступало огромное количество контрабанды с территории самой украины то что мы не могли проверять это очень хорошо насколько хороши политические отношения с украины на сегодняшний день наверно наверно хорошо потому что есть на каком-то личностном уровне господин порошенко имеет какие-то там дела то есть то есть насчет украины вы считаете правда я думаю что могут быть хорошие тоже нет из румынии у них очень хорошие отношения с руководством руб или на сегодняшний день у них тоже очень хорошие отношения что касается россии безусловно очень плохие что касается евросоюза еще хуже еще хуже я думаю господин патронович а вы как оцените да я бы называл это там изоляция не изоляция считаю что молдова сегодня государство которого нет своей независимой политики но полностью управляется извне нас просто встроили в геополитический конструкт с украиной и грузии без никакого учета позиции молдовы и и принципе никто не спрашивает а власти не настаивали власти ничего не могут этому противопоставить их просто ведут по определенным лекалам украинским грузинским людей тем более никто ни о чем не спрашивает запрет российских телевидений те которые люди смотрели нравится власти не нравится но люди их смотрят окей вы не можете людям создать что-то другое чтобы люди это смотрели да вот вы им не создаете какой-то здоровой конкуренции вы просто им запрещаете это тоже это внешние решения это то что не импортируется извне говорить о хороших отношениях с украиной не приходится что украина тоже сегодня под прямым внешним действием опять же выстраиваться с румынии которая в прошлом уже в семнадцатом году освоила 12 миллиардов евро на военную инфраструктуру это тоже государство которое полностью контролируется извне то есть есть определенные геополитические игрища в которых нас используют говорить о какой-то европейской интеграции такой степени уже лживо со всех точек и страны власти и оппозиции так называемые европейской все европейские чиновники говорят не будет расширять европейская союз на восток не будет молдова членом евросоюза но все об этом говорят в итоге люди вот живут вот в этом все мире где от них ничего не зависит где от власти ничего не зависит суше власть вынуждена и те на какие-то меры которые продавливают продавливать запада поэтому самое на самое страшно вот в этом всем то чем никогда не скажет ни господин филипп никто было не было другой мы свою собственную политику не определяем. Мы просто плетемся в каком-то потоке, нас шатает из стороны в сторону, и учитывая вот это, геополитические все эти игры на глобальном уровне, конечно, очень жаль, что Молдова абсолютно не защищена, не имеет ни своей позиции, ни своей экономики. Договор об ассоциации также подписывали, чисто политическое решение, никто его не обсуждал, никто его не садился за стол переговоров, не пытался пересматривать какие-то пункты в экономике, то-се, и просто подписали. Это то, что было... А благотворное влияние, вот если мы говорим о соглашении, которое было подписано в 2014 году, о увеличении на столько раз экспорта из Молдовы на сторону Евросоюза, вы считаете это плохое? Не, я объясню это в цифрах, на самом деле, здесь надо разбирать цифры экспорта и реэкспорта, раз, второе, мы импортируем первичную материю, на которой добавочная стоимость минимальна, абсолютно, обратно из Европы. Мы завозим товары с высокой добавленной стоимостью, поэтому это некий манипуляции. В условиях, когда полностью лишили восточного рынка и восточного экспорта, понятно, что начали расти цифры здесь, но если разбирать товарные публики, и разбираться в деньгах, в миллионах долларов, в миллионах, в миллионах, в миллионах. Туда идут миллиарды, туда идут 600 миллионов. Что сегодня Молдову продает Европейский Союз? Зерновые очень сильно пошли, и услуги. Какая добавочная стоимость на зерновую культуру? Об этом надо говорить, потому что на сегодняшний день монополия. На экспорт. Монополия идет на экспорт зерновых. Есть одна компания, которая занимается... На зерновых государство особо не зарабатывает. Там нет добавочной высокой стоимости. Должны люди зарабатывать на экспорт. Я вам просто хочу привести один пример. Из Молдовы увеличился в разы экспорт подсолнечника, семян. Обратно увеличилось в 9 раз импорт, то что мы покупаем в 9 раз подсолнечного масла. То есть мы продаем первичную материю, а они обратно нам продают уже подсолнечное масло с высокой добавленностью. Господи, смотрите, это рынок. Это нас экономически эксплуатирует. Но из России тоже идет нефть. Как бакуасов нас эксплуатирует. Все идет из России, идет древесина, необработанная, и все. Это рынок. А вообще при любом рынке государство должно как-то участвовать, да? Хоть как-то регулировать определенные отрасли? Государства нет. С либеральной точки зрения нет. Никак. Потому что любое включение административного в бизнес, в экономику... В любые сферы экономики. Ну как, есть монополия государства. Конечно, есть монополия государства. Давайте с этого будем начинать. Но вначале я хочу господину Сыру предоставить слово, потому что он много критики услышал в свой адрес, и мне интересен ваш комментарий. Да я не критику услышал в свой адрес. Я услышал такой крик души, полный пессимизма до такой степени, что я не понимаю, почему, уважаемые коллеги, особенно коллега господина Батрынча, куда вы вообще в политику рветесь с таким настроем практически никаким, и когда вы не верите вообще в государство, не верите в будущее. Нет, не верю в эту власть, которая довела до такого состояния. Абсолютно ни во что не верите. Вы, депутаты парламента, 4 года, имели много-много ресурсов, возможностей и на центральном уровне, и на местном уровне, чтобы показать, что, как надо вы этого не сделали. На многие заседания парламента просто отсутствовали. Вы говорите обо мне лично. Отсутствовали, поэтому я вообще не знаю, куда вы рветесь, если вы вообще... Если я начну говорить о вас лично, господин Сербов, вам не понравилось. Вы не знаете, говорите, пожалуйста. Я не о вас лично говорю, я говорю о вашей пессимистической идеологии. Все, вы ничего не знаете, не хотите, все плохо, все вообще, да в какой мы стране живем, да нас вообще из космоса регулируют. Я не говорю, и не хочу вас спрашивать, сколько вы десятков раз в месяц проводите в Москве и какие там указания получаете, но это уже дает другой вопрос. Хорошо, объясните, пожалуйста, почему вы власть отдали 40% территории Молдовы в концессию американской компании? Это, во-первых, полная ложь. Это ложь? Это ложь? Это проголосовано и правительствами, и парламентом? Абсолютная полная ложь. Очень плохо, чтобы манипулировать. Республиканский стадион вы тоже не голосовали? Абсолютная полная ложь. И республиканский стадион тоже. Что касается республиканский стадион, это абсолютно коммерческая сделка. Сколько за нее получила Молдова, за эту сделку? Абсолютно порночной стоимости будет проведена оценка. Сколько получила Молдова за эту сделку? Никто не... Ну, я понимаю ваше отношение к Соединенным Штатам. У нас, слава богу, хорошее отношение к Соединенными Штатам и будет. И, кстати, я вот, кстати, не согласен насчет того, что мы вообще сейчас в плохих отношениях. Может быть, да. То есть вы с премьером не согласны? Это он сказал, я его цитировала. Нет, смотрите. У нас отличные отношения с Украиной, у нас отличные отношения с Фурганией. Исполняем у нас отличные результаты по соглашению, по соглашению свободно-экономической зоне. Да, с Россией, конечно, небольшой застой, но я уверен, что... Я прочла, это сказал премьер. Вы не согласны с мнением премьер-министра? У вас свое мнение? Тогда скажите об этом прямо. Еще раз говорю. Я согласен с премьером-министром. Но я не согласен с доводами господина Батрынча. Причем тут это? Что он говорил, что у нас практически... Нет, ну просто про Евросоюз, например, он говорит, да, вот есть, существует некая пауза. Это премьер говорит, а вот коллега из оппозиции вообще говорят, что у нас отношения очень плохие с Евросоюзом. После того, как проявила себя власть. А я не согласен, что у нас плохие. А у нас хорошие, вы считаете? Нет, может быть, есть некоторая пауза, но я уверен, что после выборов мы докажем. Вот вместе с господиной Болей в новом Альянсе мы с Евросоюзом... Господин Боле, вы слышите? С Евросоюзом мы сделаем все возможное, чтобы решение было хороших. Мы чего-то не знаем, господин Боле, что изменилось за это время, чтобы с Энсербом... Нет, такого не будет вообще никогда. Я их под посольство США им сделаю свадьбу, и все будет хорошо. Не, ну, я вообще за такие интересные. Предложения просто уточняю на всякий случай. Нет, ответ нет. Ответ нет. Вы фантазируете господин Сербу? Вы говорите о желаемом, или у вас есть какая-то информация? Ну, мы очень... Мы, в принципе, мы за то, чтобы абсолютно все партии, парламенты, которые пройдут, все избранники народа работали в интересах народа, в интересах республики Молдова. И в интересах, в том числе, чтобы у нас продолжался вектор европейского развития, продолжалось исполнение соглашения об ассоциации, если партия господина Боле не хочет хороших отношений с Евросоюзом. Это уже другой вопрос. Они говорят, что с вами не хотят отношений. Пусть делают сами. Пусть делают сами. Господа. Мы хотим, чтобы абсолютно все работали в интересах страны и продолжали те реформы, которые мы уже начали. Вот господин Демидьевский хочет сказать. То, что мы хотим стать депутатами, это одно. То, что будет на самом деле, это совершенно другое. То есть, это не факт, что мы являемся кандидатами и мы станем. Вы должны стать представителями народа Республики Молдова. Безусловно. Слугами народа и работать во имя народа. Потому что не только стать. Я понимаю, что очень хочется быть у власти. Но вот работать ради народа, это совсем другое дело. Я вам желаю удачи. Я желаю вам, чтобы вы стали депутатами и работали с утра до вечера. Не покладая рук именно в интересах народа и Республики Молдова. А только оно и будет. Вот что надо делать. Так оно и должно быть. Если вы этого не делаете, то вас этот народ и прогонит. Я думаю, что все, которые пройдут по спискам, за кого проголосуют. Потому что конечный итог выборов, и я считаю это правильно, он всегда не предсказывает. Это правда. Валерий, вы просто схватились за голову. В какую-то минуту я стала переживать, что вас так взволновало в диалоге. Я к этому всему говорю. Что вам это напомнило? Нет, что вам это напомнило? В детстве. В детстве я наблюдал такую картину, был у бабушки в гостях. Два кота поймали мышку и играли в ней, как в футбол. Отбирали друг друга и так далее. По виду мышки было видно, что она понимает ее перспективы. Но защищать ее у меня не было никакого желания после того, что она говорила о бабушке на буфете. Просто в нашей стране еще, знаете, есть люди, которые утверждают, что при этом мышка думает о том, что коты насмерть дерутся за нее. Понимаете, вот у нас это так бывает. Мы все в геополитике. Мне этот геополитический пинг-пон уже настолько надоело, знаете, что нас там и Евросоюз хочет, и Россия хочет, и Украина. Вы заметите, до чего мы дошли в своей пропаганде такой идиотизм. Вот господин Боля сказал, да? Украина занимается контрманом нашей границы. Слава богу, что Украина занимается... Не само государство. Люди с Украины. Вы верите в том, что контейнеры Задесского порта идут через Приднестровье по документам, через пограничников, таможников и так далее, без прикрытия на самом верхнем этаже власти? Нет, конечно же, все об этом знают. Так они же будут и заниматься борьбой с контрабандой. Это уже доказано 100%, что самые большие контрабандисты и самые лучшие группировки контрабандистов это непосредственно с полицейскими, с таможниками, со всеми делами. Кто руководит на Украине, у нас полиция, таможник. Я не знаю, кто руководит на Украине, мне не интересно, кто руководит на Украине, но я не говорю, что Украина как государство. И у нас тоже самое руководит те, кто контролирует власть. Ну, конечно. Тогда о чем мы говорим? Нет, власть они не может. Зачем мы это рассказываем людям? Они что, идиоты нас слушают? Ребята, ну... А что они? Нет, просто знаете, это все, конечно, интересно. Я уже сказал об этом, что у нас предвыборный год, и мы еще не это услышим. Вот, к сожалению. Ну, что делать? Хорошо. Я говорю, а выбор остается за людьми. Как вот люди придут в феврале, как они проголосуют? Знаете, что ехало, то и сдыбало, а что проголосуют, то и будем иметь. Я те ехала, так и сдыбало. Они проголосуют за то, чтобы продолжали строиться новые дороги, чтобы продолжали повышаться пенсии, зарплаты. Именно за это я думаю проголосуют. А вы знаете, что мне понравилось? Извините, я вас прерву. Мне понравилось то, что мы дошли до такого уровня. Вот поверьте мне, я журналист, который уже 20 с лишним лет, в эфира, да, я подвожу итоги года. Ко мне приходят разные люди. И у нас событием считается строительство дорог. Вот понимаете, вот на полном серьезе приходят люди. Понимаете? Потому что 20 лет никто ничего не делал. Потому что 20 лет никто ничего не делал. И вот наконец-то пришли те, которые будут делать это. Я вообще предлагаю ездить по дорогам, да, и устанавливать таблички. Эту дорогу построил Иван Иванович Бодю. Потому что он построил 100% у нас дорогу, да. Я когда вот вижу и еду, что, понимаете, у меня очень смешанное чувство вызывает наши похвалы о том, что садики нам красят, румынское посольство, дороги нам делают на гранты, а что мы? Мы что? Не на гранты, не на гранты. Ну, на кредиты и так далее. Эти кредиты надо еще отдавать. Не на кредиты, все бюджетные средства. Ну, конечно, бюджетные. Дороги нам делаются из Дорожного фонда. Из Дорожного фонда? Нет, но у нас таблички на дорогах. Это дорога построена. Я на Санюзове, это американская. И построили. Смотрите, в 2009 году было принято решение о создании Дорожного фонда. Был закон об этом. После этого в 2013 году, в 2012 году было принято другое постановление правительства о том, что одна из мер развития экономики Молдовы, есть вот такая возможность вместе с нашими партнерами с Запада, это установить Дорожный фонд с бюджетом в 4 миллиарда молдавских лет. Для этого с 2012 года, начиная, надо было 80% денег, которые поступают в бюджет от акцизов, надо было переводить вот в этот Дорожный фонд. То есть мы говорили о сумме в 4 миллиарда. Только в 2014 году правительство перечислило 80% этих денег, и начиная с 2015 года никогда не выполнялся этот закон. То есть мы, по сути, говорим о том, что не додают денег для строительства дорог. Потому что если бы с 2015 года по сегодняшний день каждый год давали 4 миллиарда денег на эти дороги, я поняла, то есть вы спорите с... А если еще порядок в стране был бы с 1991 года? Да, если бы ДКБ. Вы тоже начали говорить что-то про дороги, я прошу вас расширить по поводу цифр, которые... Просто в этом году дороги делали исключительно из бюджетных средств, из Дорожного фонда. Деньги в бюджете, напомню, и в Дорожном фонде образуются из налогов. У нас очень высокие сборы с автомобилистов, люди платят за то, чтобы... Если в этом году можно было эти деньги выделить и делать дороги, что мешало делать это предыдущие 9 лет? И почему предыдущие 9 лет закрывали глаза на схемы в Дорожном строительстве, на всевозможные акты коррупции? Почему министр, либерал которого взяли в наручниках за, как он сказал, кусок мамалыги и рыбу, да? Керенчук, который сегодня выставляет селфи со спортзала в одном из румынских городов, в который человек находился... Почему выставляет селфи? Он уже просится к ним в списке вместе с господином. Слава богу, что они его выполняли. Я даже не исключаю, что... Не со мной, я не иду, господин Демидевский. Господин Демидевский не идет. Боже упаси. Тогда с нами тем более. Я прошел фильтр. Не исключаю, что он пройдет вот этот, и чертикады интегритати тоже получат. Он получил шок. У него же все нормально уже, у Керенчука законы. Поэтому были схемы в Дорожных фондах, 9 лет свет функционировал. В этом году начали делать. Очень плохо, что власть начинает это делать перед выборами. Мы считаем, что в будущем году власть должна, начиная с первого дня, заниматься четко выполнением с повестки дня. Люди должны знать, кто руководит страной, почему руководит страной. То, что вы сделали, господин Сырбу, когда в 2014 году люди проголосовали за парламент, за пять фракций, во что это вы превратили, в это люди не верят. Вы попробуйте, как демократическая партия, либо как любая другая партия. Вы пробуйте взять большинство. Вы его никогда не возьмете. Но вы, кстати, не должны забывать о том, что по Конституции депутаты, они свободны в голосовании, во мнении. На одном из первых заседаний. Депутатный мандат, он ничтожен, поэтому вы не можете держать пистолет у виска ваших же депутатов, если, например, они согласны с какими-то решениями. Они свободны, если они хотят работать в интересах народа, пусть работают. Ваши же европейские кураторы и говорят о вашей же коррупции в парламенте. Вопрос в чем? Люди голосуют за определенную платформу. И эта платформа должна быть выполнена. Была эта платформа коммунистов, которые дали 21 депутат парламента, люди, либерал-демократов, которым там дали 23-24 мандата. Люди, эти депутаты, они обязаны выполнять то, что они обещали народу, за что люди делегировали в парламент. Они голосовали за народ, а не за интересы лидера партии, который, может быть, забыл про народ. Все правильно. Главная претензия представителей Евросоюза, это то, что у нас очень плохо ведется борьба с коррупцией. Вот в каждом докладе, не дадут соврать мне господа, в каждом докладе они это отмечают. Еще и судебную реформу, правда, уделяют внимание. Но сейчас я хочу, чтобы мы поговорили о том, как у нас в этом году велась борьба с коррупцией. Спрашиваю неспроста, потому что на заседании парламента депутат от Демократической партии, господин Дудник, похвалил премьера и все правительство за эффективную борьбу с коррупцией. То есть, то, что европейцы говорят, было неважно. Он встал и сказал, что все прекрасно, борьбу ведете замечательно. Даже цитата, бюджет пополнился за счет эффективной борьбы с коррупцией. Вы согласны с такой оценкой? Я бы хотел спросить господина Сыргу, почему отпустили господина Керенчука, которого обвинили в актах крупной коррупции и в расхищении фондов. Хорошо, я отвечу обязательно. Во-первых, мы не судьи, мы не прокуроры, господин Керенчук. У нас ветви власти разделены, и вы должны знать, как хорошие юристы. Мы абсолютно давление на судебную систему не имеем права, и, естественно, никакого давления нет. Поэтому все вопросы к судебной системе. И у нас есть проблемы с судебной системой, я с вами согласен. И с коррупцией у нас есть проблемы. Но то, что уже борьба все-таки ведется, это факт. И давайте посмотрим на цифры. Цифры не врут. Пару лет назад поступление в госбюджет от налоговой, от таможенной сферы. Давайте посмотрим, после тех реформ и в контрольных органах, после той налоговой реформы, после дисциплины и профессиональной организации работы, поступление в бюджет увеличилось на 20%, на 2 или на 3 миллиарда леев. Это что значит? Это значит, конечно, что многие те коррупционные схемы были упразднены. Этим самым, конечно, мы смогли эти поступления в бюджет, и смогли реализовать те инфраструктурные проекты, которые есть. Борьба ведется, еще многое предстоит нам сделать. Я согласен, но говорить о том, что совсем не ведется... Дело в том, знаете, когда мы говорим о коррупции, есть такое понятие, как восприятие. Восприятие навсегда было негативно, 20 лет негативно, потому что об этом везде говорят. Восприятие кого? Восприятие вообще, что у нас везде окружает коррупция. Нет, окружает коррупция везде. В вопросах, например. Помните тот вопрос, когда спросили, как вы думаете, какой самый коррупционный орган? Все говорили, парламент. А когда людей спрашивали, а когда ты конкретно, лично, взятку давал когда-нибудь депутату личной? Ноль. Никто лично не давал. А зато давали там учителям и так далее. Вот что за восприятие. Вот господин Боря будет депутатом, и люди все равно скажут, что все равно депутаты, они коррупционеры. Знаете, почему? Потому что у нас восприятие такое. Знаете, почему так происходит? Мы постараемся поменять. Нет, мы уже меняем. И без вас. Я понимаю. А знаете, почему так происходит? Вы говорили, что только с ними будете. Да. Вы только что ему делали предложение. Спасибо. Если они не хотят. Они будут бороться с их коррупцией. Да. Так происходит по одной простой причине. Потому что за это время вы не нашли того, кто украл миллиард. Понимаете? И когда люди говорят о том, что у нас... А вы в этом уверены? Да, я в этом уверена. Потому что я хочу видеть тех людей, которые названы виновниками. Вы знаете таких людей? Вам назвали официально? Кто назван? Нет, официально. Нет, конечно нет. Нет, я не хочу стратегии. Я хочу спросить устами представителей Евросоюза. Они, когда в последней резолюции... Нет, а при чем Евросоюз? А при чем тут Евросоюз? Они спросили то, что я. Они при чем? А при чем тут Евросоюз? И при чем тут декларация? У нас же есть соглашение. Да подождите. Вы забыли? Ничего не забыли. Мы поняли те политические высказывания евродепутатов. А, это политические были высказывания? Конечно, политические высказывания. Ага. Абсолютно политическое восприятие. А если давайте мы профессионально проанализируем и посмотрим на стратегию, которую публиковала Генпрокуратура, те более 40 или 50 уголовных дел, те более 20 уже осужденных, осужденных, внимание. Почему вы не смотрите? Вот те руководители Совета Администрации, тех банков, которые осуждены. То есть вы считаете, что уже перечень есть, уже искать никого не нужно? Смотрите, из, кажется, 11 миллиардов или 12 миллиардов официально, которые были, Леев, 9 или 10 миллиардов официально уже идентифицированы, да? Идентифицированы, кто их использует. Смотрите, есть группа Шора, группа Гачкевича, группа Платона, группа, я не помню, даже там есть, наверное, Филат тоже через посредников, еще одна группа тоже банкеров, вот большие группы. И там даже есть цифры, кстати, конкретные цифры, сколько группа Шора, конкретные цифры, группа Гачкевича, группы Платона, практически 9 миллиардов уже идентифицированы. По всем есть уголовные дела, идут расследования, некоторые осуждены, некоторые еще ждут окончательного решения, уверен, что окончательные решения будут. Откуда вы знаете, вы же не вмешиваете. Не, ну, будут окончательные решения, я не знаю, какой будет, но будет окончательное решение суда, обязательно должно быть, потому что уже дело перепередано в суд. Я уверен в этом Мне интересно Вы в парламенте, вы участвуете в всех этих комиссиях Вы участвуете в этих комиссиях Почему все-таки засекречили Кролл-2 и мы его не увидели Там, где мы были, как раз увидели Возможно, фамилии Вы в комиссиях все-таки Парламент ни при чем насчет Кролл-До Потому что был договор между Нацбанком и самой Кролл-До И я так понимаю, что это было условием Этой аудиторской международной кампании Чтобы некоторая информация Это было засекречено для того, чтобы Не было влияния на уголовные преследования Все документы абсолютно Они переданы в прокуратуру По борьбе с коррупцией В рамках уголовного дела, дай бог, дойдет до суда Будут окончать решение суда И потом все станет ясным А вам для чего нужен Кролл-До? Для политического шоу? Нет, для того, чтобы знать правду Я спрашиваю, как гражданин республики Молдова А вот чтобы знать правду Имейте, пожалуйста, терепение Подождите уголовного преследования И окончательного решения суда А если вы хотите просто шоу То, конечно, давайте никакой шоу Кролл-2 оплачено публичные деньги И люди имеют право знать правду Это право людей Тем более, что сперли деньги Вы обязаны информировать людей Это ваша обязанность как депутат Ну, во-первых, это не бюджетные деньги Это деньги Натсбанка Они не бюджетные деньги Это раз А эту правду вы узнаете Но узнаете тогда, когда по закону Теоретически можно будет То есть вы согласны, что мы еще не знаем Вот, я услышала ключевую фразу Вы сказали, что вы правду узнаете Но мы узнаем по что Вот, о чем я Я говорю Давайте не надо меня вырывать из контекста Я говорю Детали уголовного преследования Скролл-2 Конечно, мы же пока не можем знать Пока не закончилось уголовное преследование Будет окончательное решение суда И все будет публично Теперь поняла Господин Дземецкий Вы скажите Вот вы больше понимаете В этом деле поисков виновных Кража миллиарда Вот сейчас представитель Один партии объяснял Я понимаю только очень просто одну вещь За кражу миллиарда Ответят простые люди И они уже отвечают по полу Давайте узнаем Что у нас поднялся курс Валюты Валюты Это значит наши пенсионеры Бюджетники Стали получать почти вдвое меньше По сравнению с тем Что за бред Ну почему что за бред Первый раз в истории республики Молдова Внимание, пожалуйста Внимательно Смотрите в цифры Первый раз средний уровень пенсии Превысил минимальный уровень жизни То, что первый раз в истории республики Молдова Сперли миллиарды Это я с вами согласен Я думаю, не первый А вы знаете, кто начинал Я знаю, что еще во времена и прежние, и до того И тогда воровали Еще начали в 2000-х годах Начиная, наверное, в 2000-х год Начали выдавать кредиты Потому что такое восприятие, что взяли мешок Пошли в один день, в одну ночь И весь миллиард в мешок и вынесли Бред Нет, почему так Это было в течение 10 лет Потихонечку-потихонечку выдавались кредиты Сначала дали кредит одному ЦОПе Потом второму ЦОПе Потом дали кредиту другим И вот так далее Массу фирм в течение 10 лет И в 2014 году в ноябре это было, как говорится, уже окончательный трансфер Потому что там эти деньги не крутились вот так на корреспонденциях счетах У вас будет реплика, господин Патринча? Да, у меня будет реплика Кроул один показал, что основные три трансферта были в 2014 году на сумму 13,8 миллиардов леев Подождите, это не трансферты? Знаете, что там было? Там были уже... Не-не, подождите Господин Сырба, я же вас не перебиваю Я тоже могу перебивать, и тогда вам будет трудно говорить Господин Патринча, да, трансферты были, но знаете, из чего они состояли? Зачем вы защищаете? Вы же в этом не участвовали Зачем вы должны кого-то оправдывать? Да я не защищаю Пусть он закончится, я вам дам слово, я обещаю Да я стратегию читал, там давно уже выдавались эти кредиты Господин Сырба А потом, подождите, чтобы их, ну, вы хотя бы рапорт комиссии читали по этому проводу Был трансфер, был трансфер, но это исходя из прежних долгов Я вам предоставила слово, пусть он закончил, хорошо, и дальше ваш слово Госконцелярии, который стал председателем Совета Акционеров Банка Деэкономии Которые сделали все эти транзакции Лишили государства контрольного пакета над банком Передали его одной группе, известной всем И потом оттуда начали выкачивать деньги И потом, когда господин Филат потерял контроль над правительством, начала сыпаться вся эта структура В результате войн в коалиции, в большинстве, выяснилось то, что выяснилось Но я хочу сказать другое, господин Сырбус сказал, что я солгал, я все-таки не, у меня могут быть недостатки, какие угодно, но я стараюсь не врать, я это не люблю К примеру, Павел Филипши, директор и экзекутива компании Фронтира Ресурсы с Денсуа Стив Никандрос Я пытаюсь понять, когда дают в концессию 40% Вот я почему говорю, должна быть Вы сказали, продали 40% территории Отдали в концессию Что продали? Недры В концессию Так внимательно над терминами, эксплуатации недр, а не земли Не поверхность земли, эксплуатации недр Давайте будем юридически правильными Недра, как и земля, являются национальным достоянием Я хочу, чтобы была власть, которая будет отстаивать национальные интересы В чем? Если есть какая-то компания, которая может что-то принести нашей экономике Мы должны знать дебет, кредит, мы должны знать, что получит Республика Молдова Когда приходит какая-то компания, которая просто дается в концессию На условиях непонятно, тут как с республиканским стадионом Вы говорите, выгодная сделка, допустим Но скажите, сколько мы получили взамен, сколько люди получили взамен И тогда люди скажут, окей, власть нашла, привлекла, вот пожалуйста, что имеет публичный бюджет Либо что имеют люди Мне не нравится, когда приходят компании, которым почему-то в приоритетном порядке Без публичных обсуждений Без того, чтобы понять, проинформировать людей Когда какой-то компании отдают в концессию для разведывания недр Которые являются национальной собственностью Я бы хотела, чтобы мы сейчас поговорили о той проблеме Которая должна волновать любую власть Вот не только, если бы демократы, да Вот любую абсолютно Это отток нашего населения И мне кажется, что в этом году уже просто никто не спорил с тем, что у нас покидают страну все больше и больше людей Причем это не то, но всегда, но уже как бы это приобрело такой размах, что стали уезжать люди Но я говорю согласно опросу, ну вы со мной будете спорить Хорошо, господа Покидали всегда, покидали всегда Даже, кстати, в этом году, даже в правом соотношении меньше, чем в прошедших годах уже уменьшается отток Хорошо, значит, эксперты тогда неправы Конечно, неправда, потому что они политизированы все большинство Вы их слушаете еще Господин Сыргун, можно я продолжу? На своей собственной программе Да, конечно Спасибо большое, вы сегодня крайне любезны Я думаю, это в честь нового года Значит, причем по их наблюдениям уже отток населения затронул тех людей, которые, в принципе, могли бы здесь уже более или менее не умереть с голоду То есть это стали молодые семьи, молодые специалисты, которые просто выезжают уже, потому что они не видят будущего в этой стране Валерий, как вы полагаете, почему до сих пор у нас нет от власти и от этой, и от прошлого, но мы больше сейчас говорим об этой Почему нет такого предложения, чтобы люди начали возвращаться? Почему нет программы, в которую бы люди, в которую бы люди, потому что я не вижу этого согласно исследованиям Господин Демидетский, вот ваше мнение Ну я же читаю данные статистики Я не знаю, что вы читаете, есть люди, которые уже начинают возвращаться Ну есть, конечно, если мы возьмем в общем картину Возвращаются программу пары 1 плюс 1, программу примакаса Вы знаете, что программа примакаса уже более 1100 бенефициров И вы полагаете, более 1100 это решает проблему? Кстати, решают очень серьезную проблему Давайте спросим, вот, Валерий, вам как кажется, люди, я не знаю, я видела данные статистики, что у нас продолжают уезжать Вы не туда смотрят Вы не туда смотрят, я вам честно Ну хорошо, вы, вот знаете, вы тогда хотите Или тенденциозно смотрят Вы так хотите, чтобы каждый смотрел туда, куда ему нужно Понимаете? Делективно смотрите, это все христианские данные И обязательно все графы, чтобы нравились вам Господин Демидетский Опять тот же бред пропаганды Ну вот видите В годы советской оккупации, как называет ее господин Гимпом Мы знаем, он себя называет отцом молдавской демократии, гигантом европейской мысли И в Кишиневе, в колонии, и в Москве, в метрополии, ой, вернее, в метрополии и в колонии Были одинаковые зарплаты У рабочих, служащих и так далее Сегодня в Евросоюзе зарплаты во много раз выше, чем у нас Несмотря на подписанное соглашение и ассоциации Обвинять людей в том, что они бегут из страны, геем не могут обеспечить достойное будущее В страну геем платят, ну, какую-то достойную зарплату Хотя зачастую ее платят незаконно Там они вынуждены устраиваться В Евросоюзе не очень Нет, ну, знаете, в Евросоюзе тоже многие наши люди работают незаконно И давайте будем, не очень хочется в нашей студии говорить о той нише труда, которой они занимают Согласитесь, далеко не все там заработают стоматологи, ученые Да, мы понимаем 80-90% занимаются совсем не той деятельностью, о которой хочется всем хвастаться Ну, вот нормальный вывод, да Люди бегут туда, где лучше Тем более, что подавляющее большинство наших трудовых мигрантов, они уехали в Россию Где тоже получают достойную зарплату И их миллиарды долларов, которые приходят к нам, ну, конечно, позволяют поддерживать на плаву нашу тонущую экономику Вот я вот немножко здесь немножко не понимаю, почему, потому что если подавляющее большинство наших гастробайтов работает в России, и Россия долгие годы являлась главным покупателем наших товаров, то, естественно, конечно, правительство должно учитывать этот фактор в своей деятельности, обязательно Не учить этот фактор, а это, опять же, как господин говорит Сырбу, идти против интереса народа Да, я просто бы получилось, что я здесь лгу, я все-таки попыталась бы сказать, что Молдова вошла, по данным ООН, в топ-10 стран по оттоку населения За какой период, уважаемые господи? И к 2050 году За какой период, пожалуйста, я вам скажу? За один год? Это в этом году информация Видите, 2018 год За какой период отток, пожалуйста, мне не скажу? Очевидно, я думаю, что наибольшего пика это было в 2010 года, да? То есть вы согласны с тем, что отток существует, господин? Естественно, отток существует А вопрос мой касался того, почему вы программу не предложили по возвращению людей Как не предложили? Раз отток, видите, занимают по-прежнему Кто-то слышал из вас о программе возвращения наших соотечественников? Вы лично несколько лет назад, может быть, даже 5-10 лет были во власти, когда еще при коммунистов первый раз начиналась программа по реабилитации или по поддержке молодых бизнесменов Тот же программа паре 1 плюс 1 еще при коммунистов был первый раз внедрен Он внедрен, потом он был заблокированный и сейчас мы несколько лет как его возобновили Каждую инвестицию, которая в Молдову от мигрантов, государство еще 50% им возвращает первая программа Вторая программа на счет молодых педагогов, специалистов, чтобы они работали в сельских населенных пунктах Было при коммунистов 40 тысяч леев пособия Мы увеличили эту пособие в этом году до 120 тысяч леев единовременно выплаты молодым педагогам, которые согласны работать Сколько людей вернулось в 2018 году? Или в 2017? У вас есть статистика? Вернулось, я, кстати, знаю У вас есть статистика? Найдем и статистику, но есть конкретный случай Есть конкретные случаи, которые... Я вам скажу один пример из моего личного опыта Случаи есть, да Имейте, пожалуйста, терпение Я же верю, я говорю Я знаю лично человека, грек Грек, который занимался мебельным бизнесом в Греции Что-то в Греции не пошло Он с женой, жена молдаванка, приехали в Молдову и занимается мебельным бизнесом здесь То есть, смотри, члены Евросоюза здесь работают в Молдове И многие молдаване тоже приезжают обратно и начинают свой бизнес Потому что мы упростили бизнес, для бизнеса упростили многие процедуры Провели налоговую реформу, уменьшили налоги, меньше налоговых контролей и так далее Разве это не программа для поддержки нашего населения? Я поняла вас, спасибо Конечно же, что не все сразу они приедут Но мы делаем все возможное, в том числе и программы Примакасы И многие другие, для того, чтобы дать возможность тем, кто захочет, чтобы не приезжали Спасибо вам за ответ Ваши комментарии, господин Батрынч Вот не согласен он с тем, что оттоп Мне интересно, как вы прокомментируете Потому что это самая большая проблема для Республики Молдова Невозможно говорить о развитии без человеческого материала, без специалистов И то, что львиная доля активного населения за границей, это факт Проблема эта, она региональная, с Украины Украину покинула даже до тех событий 2014 года А сейчас еще больше На тот этап было 12 миллионов населения А сегодня где-то 20 миллионов населения потери Это огромная проблема в Румынии, которая потеряла миллионы граждан с возраста до 35 лет Это огромная проблема в Венгрии и Болгарии В чем здесь нас превратили в сырьевую зону? Я почему говорю, что Молдова должна стать производящей? Мы должны продавать не подсолнечную семочку Мы должны продавать масло с высокой добавленной стоимостью Мы должны что-то производить То, что нам даст экономику, прибыль Для того, чтобы дать нормальную зарплату Я думаю, что Молдова, как маленькая страна Она может конкурировать в плане заработных плат с соседними странами И предложить в перспективе зарплату от 500 до 1000 евро При условии того, что это будут предприятия Которые будут создаваться при государственной Я вот в Молдове в либерализм категорически не верю Это большая чушь То, что государство не является игроком на экономическом рынке Государство должно регулировать, быть гарантом инвестиций И создавать условия Без того, чтобы мы Я знаю, что с вами сейчас будет спорить Без создания экономики своей Без того, чтобы у Молдовы появилась самостоятельная экономика Самостоятельная позиция на международном рынке Не вернем мы население Население не вернется, пока не увидит вменяемой адекватной ситуации То есть, когда оно увидит, что реально ситуация меняется к лучшему Люди начнут Вы так? Вы это хотите сказать? Когда увидят, что есть рабочие места Раз Достойно И есть еще два условия Это качественное образование И качественная медицина То есть, не надо придумывать здесь велосипед Спасибо Это очень сложно сделать По той простой причине Что вы сами понимаете При тех условиях Допустим, если у нас кредит в банке Можно взять по сколько процентов? Ну вот господинцер был говорить, что есть программы Примокасы Новая жизнь Доктор для тебя Вот он считает, что эти программы работают Я правильно понимаю? Да Это большие рынки Это очень большие рынки Радоваться вот этой эквалибристики Господин Батрича Эквалибристики цифр Что мы там вот по соотношению с этим Вы знаете, когда в Советском Союзе Мерили все по 13-му году Вот по сравнению с 13-му году Мы там сделали больше Это неправильно Понимаете? Потому что есть такой веселый анекдот Знаете, когда... Я поняла Будет реплика, господин Боле? Да Потому что, во-первых В чем заключается смысл либеральной демократии И либеральной экономики? По сути Потому что все диктуется спросом и предложением Если есть спрос на масло Людь будет производить масло Если мы ее сможем продать А в отношении оттока населения Как это работает? Да Что касается бизнеса Начиная от производства иголочек и подков Для лошадей заканчиваются ракетами маска Все диктует спрос и предложение И больше ничего Любое административное вмешательство Ни к чему не приводит Только воровство Я с вами не соглашусь Давайте я закончу Смотрите Аналоговая политика Оттогоженная политика Вот это другое Это ведет в социальные Это не социальные Это гономические меры Нет, давайте я закончу разговор Пример Фразелуца Государственное предприятие Банкрот Уничтожили полностью мукомольное производство На территории Республики Молдова Потому что пришли либерально-демократические кадры Которые разрушили предприятия Они уничтожили полностью Фразелуца Второе Все предприятия Либерал-демократы И уничтожены Которые приносили народу прибыль Все очень правильно Смотрите сюда Второе Комбинат табачный В Молдове была промышленность По производству табака Мы на сегодняшний день Занимаемся импортом табака из Болгарии Это государственное предприятие Телеком Это либеральная политика Это либеральная политика Которая позволила уничтожить Своё табачное предприятие Никогда не было Как и не было демократических партий Никогда не было Как правило люди Сто первого года по сегодняшний день Было различную форму Я боюсь Никогда не было Никогда не было К концу передачи Господин Севру передумает Делать альянс с господином Боли Да он сразу Это вы передумали Что касается тока эмиграции населения Это очень плохо Это очень плохо для республики Молдова Потому что мы говорим о разрушенных семьях Мы говорим о тех процессах Которые приводят к так называемым Деградации самобога Социальным я считаю Социальным обществом Да проблемам Мы Как говорится еще Нам еще аукнется Вот вся вот эта эмиграция людей На сегодняшний день правда идет Третий поток эмигрантов Это совершенно другая эмиграция Это не трудовая эмиграция Это семьи Это обеспеченные семьи Это люди которые имеют квартир И уходят из Молдовы Вот именно потому что Они не видят абсолютно никакого будущего И они уезжают в Россию На запад Куда угодно Для того чтобы обеспечить своим детям Другое будущее Я немножко не согласен Только в одном Рабочих мест было создано за три года Сколько? У нас 60 тысяч новых рабочих мест И сейчас у нас более 170 Более 15 тысяч Ну наверное речь о том периоде Он имел ввиду О периоде Смотрите 15 тысяч 15 тысяч вакантных мест В службе по вакансам А знаете почему? И знаете есть у нас 15 тысяч лет зарплаты 20 тысяч лет И знаете почему Не могут найти У нас другая проблема У нас проблема еще И с подготовкой кадров специалистов Потому что это уже Система образования Мы не будем говорить Кто развалил Систему образования Республики Молдова Но мы должны Должны заново Возродить Есть работа Нет квалифицированных Именно так Именно технические Технические образования Нужно Самая большая проблема Нам нужно возобновить Техническое образование Нам нужно меньше Наверное Вузов Нам надо Чтобы экономика Или образование Работало на то Что нужно экономике Потому что По спросу Продолжить Вот тут мы согласны Вот на меня Альянс Альянс начинает Образовываться Прям на ваших глазах Вот вы Со своими Так называемыми Либеральными подходами Уничтожили государство Как экономический игрок Уничтожили экономику Соответственно Государственные Заказные Технические Это сделают социалисты После прихода Власти А именно Государство будет Обеспечивать Бесплатное образование На те специальности Которые нужны будут Для экономики Для будущих Препередований Окупанты построили Так называемые Каких любят Многие называть Построили И табачку Завод миллиардер И очень многие Предприятия Дофранжилцы Пришли Либералы Либералы Национальные кадры Которые Это все Опустили По опущенной цене Развалили Приватизировали Вывезли оборудование И этим людям До сих пор Никто по рукам дал Молдове Могут быть Более того Я вам скажу В 1991 году Молдова Это было Цветущее Прекрасное государство Которое Спустя 27 лет Мы разрушили Полностью Мы даже Не успели Отремонтировать То Что было построено Спустя 24 Год Было разрушено 27 За последние 3 года Уже возрождается Я очень часто Ищу в Румынии Я вам скажу так Они берут Огромное количество денег Миллиарды Евро Берут Для того Чтобы построить То что в Молдове Было в 1991 году Мы говорим Про дороги Канализацию Дорожное освещение Школы И так далее То есть На сегодняшний день Настолько много Нужно Денежных вложений Для того Чтобы возобновить То что уже было построено Это не с нуля Поняла В плане рейтинга Восприятия Молдовы В мире За 2018 год Что-то изменилось В лучшую В худшую сторону Осталось таким же Как было Если можно Кратко отвечайте А зачем нам восприятие в мире Нам нужно восприятие наших граждан Вот Восприятие наших граждан Они должны почувствовать Мне очень нравится Что Демократическая партия Все-таки изменила Риторику По чувственному настроению Народа Они уже не меньше Говорят о европейской интеграции Они сказали Что не будут проводить Про молдавский курс Я вот Если бы это Действительно правда Я Двумя руками за Вот ведь сразу Алианс на месте Между кем Между кем Между Между ТАСС И Демократическая партия ТАСС Не вступает Политически То есть Если я правильно Воспринимаю Господин Сырба Нам должно быть Все равно Как воспринимать Молдовы в мире Нет Не все равно Поэтому давайте Разбираться Не все равно Естественно Мы должны быть За евроинтеграцию Но Это не должно быть Самой целью Мы должны делать Все возможное Чтобы тут у нас Молоду У нас дома Мы делаем Все возможное Для наших граждан И для того Чтобы Подпишусь Под каждым словом Но вопрос был В отношении другого В отношении Восприятия Молдовы в мире У нас Наши отношения С миром Не ограничиваются Рамками Европейской интеграции Есть еще много Стран С которыми Мы По идее По крайней мере Об этом было сказано Не раз Мы собираемся Быть в хороших отношениях И вот Индекс восприятия Молдовы в мире В 2018 году После того Что мы видим У нас же Геополитическая ситуация Сейчас сложная Мы видим Что Молдова Делала заявления Очень громкие В этом году И в отношении Дела Скрипалей Наш МИД выступал И другие были моменты Поясните мне Пожалуйста Вот все это Вместе Вместе взятое И дипломатов Выслали Вот какой Индекс восприятия Молдовы Благодаря нашим Так называемым Политическим элитам С 27 лет Полностью уничтожено Образование Которое воспитывало Бо собственных граждан Которые уважали бы Собственную историю Собственную страну Которой гордились бы Наша диаспора В отличие от тех же армян Которые дружно В любом конце мира Отстаивают свою Армению Наша диаспора Относится к Молдове Как к какому-то Вот такому Непонятному государству И мы сами И наши все чиновники И весь наш дипломатический корпус Ничего не делают Для продвижения Реального имиджа Республики Молдова Наши так называемые Политические элиты Ездят на поклон Видели где-то Что правительство Заседало в соседнем государстве Инкорпоре Вы можете себе представить Что правительство Великобритании Это вы сейчас о том Что в Румынии заседают В том числе и это Или чтобы правительство Самостоятельно делегировало Часть суверенитета Допустим там Брюсселю Вот Поэтому мы сами Вот так себя построили Мы сами себя не уважаем И поэтому к нам Так относятся Поэтому должна прийти власть Которая будет иметь Свою позицию И сможет и европейским Чиновникам И в Вашингтоне И в Москве сказать Ребят Вот у нас такой Это государство Мы строим Сможет дать образование Такое Чтобы наши дети Росли в русле патриотизма Любили свою страну И были патриотами И потом остались В нашей системе образования И работали у нас в стране Я вот немножко не соглашусь Господин Патриотич Сегодня господин Канду Выступил с заявлением Он обвинил Европейский Союз Если верить новостном агентстве В вмешательстве в выборы В Республике Молдова О том, что вот этим финансовыми делами Он указывает давление Я даже не знаю, как после этого Они создают альянс Я переживаю, что в наши выборы Уже вмешиваются все Потому что премьер обвинил Россию Канду обвинил Мы всех обвинили Вы говорите, что никому Молдову А рулит американская посольство Интересно Вам святое делать Предать слово Комментарий ваш Мы должны быть в хороших отношениях С нашими стратегическими партнерами С нашими соседями И сделаем все возможное И если есть где-то пауза Мы восстановим отношения А можно узнать все-таки Стратегические партнеры страны Перечислите вот коротко Весь мир Для нас стратегический партнер Это отражено в программе Это в программе ДП И так и будет Но сначала мы должны Естественно быть И доказать, что мы Суверенные, независимые государства Самоостательное государство Мы должны встать И с колен Если кто-то думает Что Молдову можно поставить И диктовать условия Мы должны строить Свою политику Исходя из интересов Наших граждан Нашего народа Исходя из интересов Национальных Национальных Интересов Вот это самое должно быть Самое главное И в дальнейшем Мы будем строить Хорошее отношение Вот под этим Подписываются все Я думаю, что все Господин Боля Вы слышали Вот сейчас выступление Господин Насыргу Вы и как? Я думаю, что в этом году На международном уровне Наши эти Очень сильно упал Особенно после высылки Нелегальной Нашими структурами Абсолютно Вот этих преподавателей Турецких В политическом плане Я думаю, мы очень сильно Потеряли от этого Потому что это было Абсолютно непрозрачно Абсолютно непонятно Почему мы Вот этих людей Взяли И вышвырнули из страны Абсолютно незаконно Кроме всего прочего Мы аннулировали выборы Этим летом Это опять был Сильнейший удар По демократии в Молдове И восприятие в мире Как таковом Я думаю, что мы Очень сильно упали Во всех вот этих рейтингов Мировых Безусловно Внешняя изоляция Это очень плохо Это очень плохо И люди уезжают из Молдовы Секундочку Да, конечно Господьболь Это важно Абсолютно Да Потому что Люди и уезжают из Молдовы Потому что они боятся Железного занавеса Они боятся того Что вся-то Вот Ничего не изменится И все закроется И после 25 февраля Придут Де или другие Которые сейчас у власти Или останутся И ничего не поменяется То есть Люди не верят в будущее В Молдове То, что у нас в Молдове Допустим, если говорить Про правосудие Оно является селективным Понимаете Вот если смотрим Одного берут, сажают Другого арестовывают Выпускают Мы говорим про примара Города Кишинева Непонятно, почему Его арестовали Обвинили После этого выпустили Он включился в выборы Бывшего примара Мы говорим про господина Киртуак То есть Если ты берешь Арестовываешь человека У тебя должны быть Какие-то доказательства Доведи до конца Логического Чтобы мы поняли Что ты его не просто так оставил Вы берете Шора Арестовываете его Вы ему дают первое Там дают ему 7,5 лет После этого Он открывает себе партию Начинает покупать Жители Молдовы Своими магазинами Своими подачками И свои оргии Ленд строят То есть Мы говорим О непонятных вещах И вот поэтому Люди уезжают из Молдовы Понимаете Нет никакого будущего В стране В котором правосудия Нет как такового Нечего ожидать А правосудие Должно руководствоваться Исключительно законом И в Молдове Если на внутреннем рынке Если мы говорим Про Молдову Вообще как такового Не существует Верховенство закона Этого нет А это является Одним из признаков Нормального государства Спасибо И последний вопрос Если можно Валерий У нас уже времени Остается не так много Я прошу Чтобы вы сделали прогноз На год 2019 Какой вот через год Мы с вами увидим страну Если встретимся Вот в такой же студии Валерий Вам слово Я только хотел Маленькую Маленькую И ответ на вопрос Маленькую 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 Вы знаете Я не согласен Что это началось Только последние два года Давайте вспомним Как у нас была проведена Смена власти В 2009 году Через погромы Я не сказал Что последний А потом Мы вспомним Даже то что происходило Потом Как мы три года Избирали президента И на это наши партнеры По развитию Закрывали глаза Вот Это был полный позор Мы допустили Очень много позор Но почему-то Это было поддержано Теми на кого Мы сегодня равняемся Это тоже кстати вопрос А что будет В этом году Это решит избиратель Людмила Мы же не решаем В этой студии Мы Я буду приветствовать Любое решение Молдавского народа Почему Потому что Я еще раз скажу То что народ Народ выберет То он будет и иметь Спасибо Ваш прогноз Я уверен Что избиратели Дадут вотум Доверие Продолжение тех реформ Которые мы начали И через год У нас будет уже не 1600 А 2600 Км новых построенных дорог Пенсии вырастут Зарплаты вырастут В разы И много Проектных Инфраструктурных Проектных Будет реализовано Во всех населенных Пунктах Очень надеемся Очень надеемся Что Больше граждан Вернутся В страну И начнут Тут Свой бизнес Мы сделаем Все возможное Чтобы им Помочь Очень надеемся Что Через год У нас будет Опять же Стабильность В республике Молдова Развитие Развитие И еще раз Развитие И прогресс Спасибо Господин Боля Вы как увидите Страну Через год Как вы думаете Что будет Через год Ну по крайней мере Не хуже Чем сейчас Я думаю Должно быть Через год Мне нравится Молдова Молдова является Красивым государством С очень красивыми людьми Я горжусь тем Что я являюсь Гражданином Молдовы Что я здесь родился И безусловно Я готов Абсолютно На честных Условиях Со всеми остальными Людьми Работать В Молдове И на благо Государство Моя дочка Закончит Через год Школу И мне абсолютно Не хочется Чтобы она уезжала Из Молдовы У меня один ребенок И мне абсолютно Не хочется И я сделаю Все возможное Чтобы не только Мой ребенок И все остальные Дети в Молдове Не уезжали Из Молдовы Оставались Своими родителями Спасибо Господин Батронич А вы что Увидите через год Мы увидим Другую власть Напомню Что все последние Десять лет Все правительства Которые были в Молдове Вся эта чехарда От Филата Лянг До Филиппа Все они поддерживались Признавались Западом Все говорили Об истории Своего успеха И так далее Люди от этого устали Люди хотят перемен Должна прийти Промолдавская власть У которой есть четкое Видение Как строить эту страну Это государство Как его развивать От экономики До образования Медицины Чтобы люди Действительно Как сказал Господин Боля Связывали свое будущее И будущее своих детей С нашей страной У нас действительно Замечательная страна У нее очень хорошая история У нее хорошая перспектива Но самое главное Чтобы во власть Пришли люди Которые будут жить С гражданами Молдовы На одной планете В одной реальности И хочется пожелать людям Надежды, веры и терпения Я благодарю вас У нас был с вами Удлиненный такой вариант Программы Полюс Мне кажется Что беседа получилась Интересной, яркой Дело в том Что было много точек зрения Поэтому спасибо Тем, кто сегодня спорил Спасибо И от себя добавлю Что мне тоже Через год хочется Увидеть Молдову Страной В которой живут Счастливые люди Которые действительно Здесь рождаются дети Вот У меня здесь Заботятся о пенсионерах О стариках И в целом Вот каждый Будет гордиться тем Что он живет здесь Он будет патриотом Своей страной Спасибо вам большое Телезрители С удовольствием Поздравляю С наступающим Новым годом Желаю вам счастья Здоровья Успехов Желаю вам мира В ваших семьях Пусть все ваши мечты Непременно сбываются Сбываются Ну а мы будем рядом Всего вам самого доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok